Ну, мы особо за границей не ездим, поэтому как-то не отражается. Но если бы ездить, наверное, бы отразилось, как и у всех, кто ездит часто, отдыхать. А вообще, вы заметили, что цена в магазинах выросла? Конечно, это мы, да, у всех у нас семьи, поэтому мы это очень жестко чувствуем на себе. И молоко, особенно сахар, да, вот подскочил, просто неожиданно. Я отразилась. Хотела сейчас визу делать, не пошла делать. Хотела сейчас за границу ехать, не поеду. Это ужасно, это ужасно, потому что мы, конечно, сейчас в последнее время привыкли путешествовать много, да. Куда за границу теперь поедешь с таким евром? Раньше на тысячу евро за сто, за сорок тысяч можно было попутешествовать и по Франции куда-нибудь. А теперь это уже получается почти восемьдесят, два раза дороже. И жизнь наша просто подорожала, два раза. У кого вы спрашиваете евро? Я сижу на грядке, у меня все есть, и мне евро не нужны. Я сыта. Дайте тогда пару советов молодому поколению, как сэкономить, чтобы не замечать такие падения. Как сэкономить? Да, в обычной жизни. Ой, я думаю, вам это неприемлемо. Довольствоваться малым и будешь счастлив. Ну так, то есть малым. Не увлекаться едой, обжираловкой, изысканной, дорогой. Ешьте свое, то, что на корню, как я у себя живу. Своё, натуральное, карельское. Вы заметили, что курс евро вырос? Да, заметно. Вырос. Вы расследите? Да, я работаю в туристическом агентстве, поэтому я, как никто, лучше знаю и слежу за ним. Меньше стали приходить туристы в турагентство. И все больше ездят, спрашивают Крым, наш юг. Я слежу за то, что повышается и повышается. Вот и какие вопросы могут быть ко мне, как обычному обывателю. Конечно, меня это не радует. Это не солнечно. Потому что все тут рядом, в Финляндии. Я раньше очень часто туда ездила и отдыхать. А сейчас я себе этого не могу уже позволить. Я всегда думаю о людях именно Донбасса. Кому сейчас сложнее? Нам? Что в связи со всеми этими делами повышается евро, повышаются товары. Но мы кушаем, пьём и живём под мирным небом. Правильно? А вот там, конечно, там горе, несчастье. И это ужас, что там творится. Я всегда когда вспомню, думаю, а я встала утром, поцеловала своих детей. Я счастлива и радостна. Надо подождать, пока утрясётся ситуация. Евро опять не должно пойти. Это зависит от цены на нефть. Если цена поднимется, вырастет на нефть. Евро станет дешевле. Тут перекладываться это не нет смысла. Из одной валюты в другую. Никакого смысла.